Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы сегодня легко, торжественно, литургически отпраздновали День Памяти Великого Иоанна, которого назвали Хризостомом Златоустым За его проповеди еще в Антиохии, где он был пресвитером Люди наслаждались его поучениями И кто-то в избытке сердца назвал его так Это слово Златоуст, оно существовало еще в языческом мире В античности были свои Златоусты То есть этот термин сам по себе, он не христианский изначально Он потом вошел в христианство То есть и прилепился к Иоанну И потом уже многих называли в разных местах Как второй Иоанн, как второй Златоуст Но это первое, это главным образом к нему приставшее такое похвальное слово Кстати, когда его хвалили и когда его назвали так И прославили его, так сказать, еще при жизни этим прозвищем То люди просили, чтобы он попроще говорил Потому что одна женщина воскликнула посреди проповеди Иоанна Говорит, эй, золотые твои уста, проще говори Потому что мы не понимаем Потому что это было время догматических споров В это время рассуждали о том, единосущный сын отцу или подобосущный Там такие глубины закапывались проповедники И кафедры епископские превращались в арены ожесточенных догматических споров И церковь проживала очень бурное время Буквально штормила корабль церковный И бросала в разные стороны И церковные проповедники вынуждены были, конечно, говорить и о морали христианской То, о том златоуст потом говорил, о сострадании, о милосердии, о простоте, о воздержании, о ночных молитвах Это все, значит, но нужно было догмата объяснять А это разговор не для простого уха И вот он там пустился однажды в эти глубины, так сказать, догматические И ему сказали из народа Золотые твои уста, но говори проще Мне непонятно людям то, что ты, значит, там объясняешь И с тех пор Иоанн стал пытаться объяснять людям попроще Самые важные, жизненно важные вещи И этим отличается вообще антиохийская школа богословия Что в Древней Церкви было две таких мощных школы богословия Это Александрийская, это Египет И Антиохийская, это Сирия Так вот, Александрийцы были любители аллегорических толкований Ну, например, если вот рассказ Евангелия о том, как Четыре человека взяли некого расслабленного, жилами больного Ну, паралитика, недвижущегося человека И пришли к Иисусу Христу, принесли его Но там было много людей, они залезли на крышу, разобрали крышу, помните, да? И спустили его вниз, перед очи Господни Господь его исцелил Так вот, Александрийцы, если толковали подобные, например, вещи Они говорили, например, примерно так они рассуждали Четыре человека, принесшие больного Это четыре, например, добродетели Там вера, мужество, воздержание, скажем, праведность А больной символизирует собой человека У них всякое событие Евангелия превращалось в аллегорию Некий такой символ духовный А антиохийцы, наоборот, они говорили просто Четыре человека принесли конкретного больного Конкретно к Иисусу И конкретного этого больного Иисус исцелил и так далее То есть у них были совершенно разные подходы Александрия был город философов Там был филон Александрийский, такой известный иудей Который впервые соединил греческую философию с библейскими откровениями Это было такое великое событие для мира мысли Там была Александрийская библиотека Там была масса ученых, умных людей И они богословались вот так вот отвлеченно, аллегорично А вот таких златоуст, они были такие конкретные То есть дай пощупать И они, в общем, толковали главным образом писание Таким образом, чтобы простой человек это понял То есть не извлекали из него слишком тонкие смыслы Хотя они там есть Безусловно, писание многосмысленное И уровни понимания смысла в писании Они по меньшей мере четверные То есть буквальные, нравственные, аллегорические, мистические А в принципе там еще и больше есть Там все есть И вот златоуст стал таким проповедником Золотыми устами его назвали люди Одновременно попросив его попроще объяснять Все, значит, эти высокие догматы и положения веры Потом он стал архиеписком константинопольским Это было несколько странно Потому что он был там чужестранец Он был провинциал Это, как знаете, ну как не знаю Даже с чем сравнить Как если бы человек из какого-то села Пусть не села, нет, но из какой-то провинции Вдруг бы приехал в столичный город И занял бы какое-то очень высокое место А все бы видели в нем, как бы Что у него пигмент кожи темноватый Что он по чертам лица другой Что выговор у него другой Греческий язык, его менее классичен Как бы, что он другой, короче Такой чужеземец, понимаете И он поэтому возбудил против себя Изначально такую Не очень большую любовь Потому что люди привычным образом Живут в системе свой-чужой Люди вообще разделены внутренне В сердце и в сознании Очень многими барьерами Это очень видно, допустим, там Ну, например, на Кавказе Там где-нибудь там Или там где-то на Балканах Там, где много разных народов Смешаны, как в кашу Как бы, на небольшом пространстве И там, как бы, свой-чужой Там это очень сильно заметно Как бы, люди маркеры эти цепляют Друг на друга Там, как бы, значит, он был чужой И мы до сих пор так люди делим Так для нас Вот у нас есть свои критерии Для того, чтобы определить Это наш Это не наш И вот уже раз не наш Значит, уже мы опасаемся Как вы знаете Белую ворону заклёвывают Обычные, привычные, чёрные, нормальные вороны Они боятся её Они убивают её Не потому, что они Там какую-то агрессию особую к ней испытывают Они просто из страха её убивают Они боятся чужого Люди боятся чужого Вот можете себе представить Например, что у нас был Например, какой-то епископ-негр Ну, можем В принципе, мы же не расисты с вами И не нацисты Мы русские вообще довольно толеранты Но это было бы непривычно Если бы, например, чернокожий Архиерей, например Так сам вон И бы учил нас правде божией Мы бы сказали Что он нас учит Пусть пойдёт здесь Съедет в свою Африку Там, африканцев своих учат Что-то, да Сто процентов У нас бы нашлось бы, что сказать Что он тут пришёл нас учить Что у него там всё нормально Там, где такие, как они живут Свой-чужой Это такая система очень серьёзная Она опасная Потому что она неправильная Потому что там постоянно люди ошибаются Потому что чужой Он бывает тебе лучше, чем свой В жизни такое бывает миллион раз Кстати, у нас же, например Первые епископы На Руси первый был сириец тоже Первый архиерей русский На Руси, который архиерействовал Михаил Он же был из Сирии И вообще, должен вам сказать Что сирийская церковь Больше всех других церквей Потрудилась в миссионерстве Даже больше римской Потому что римляне Миссионерствовали дольше и больше При помощи уже там потом И государственных сил И прочее-прочее Там португальская, испанская миссия Там иезуитские миссии были многие Но плодотворнее всех И в духе апостольском Потрудились больше всех сирийц Антиохийская церковь Они доходили до Китая Уже в VI веке Всюду основывая церкви Проповедуя, изучая различные языки И до сегодняшнего дня Сирийская церковь, например, в Соединенных Штатах Единственные, кто занимается Миссионерством по-настоящему Это антиохийцы Антиохия, вот эта самая антиохия Откуда был Иоанн Потому что все остальные церкви Больны народничеством Они любят своих И не любят чужих Опять-таки, например Кто ходит к грекам в церковь Вот греки там живут в Элладе В Греции Ну и там чуть-чуть Там в Константинополе А в принципе они рассеяны По всему миру И греческие церкви есть Как бы, конечно, и в Северной Америке И в Латинской И в Европе Там и везде-везде В Африке Кто ходит к грекам в церковь? Греки А румыны куда ходят? В румынские церкви А еще к румынам кто-нибудь ходит? Ну, молдаване, может, ходят А больше кроме румын и молдаван Больше никто А кто ходит там в церковь Ну, еще какую-нибудь поместную Вот какая моя национальность Туда я и хожу Вот должен вам отметить Что в русские церкви ходят все Вот это замечено уже очень давно Потому что Россия Это же Это не просто как бы Этнос русского народа Это империя В которую уходит огромное количество Разных этносов и народностей Народностей, субнародностей И поэтому русским это вполне привычно Что у нас есть там Ну, кто хочешь И если кому-то хочется помолиться Они вообще идут к русским очень часто Армянин, например, ходит в свою армянскую церковь Потому что так положено Там детей крестит Там свадьбы праздновать Там родных Но если ему помолиться хочется Вот из двух армянин Один пойдет в русскую церковь У него простется желание духовное какое-то Он часто идет сюда, к нам Почему? Не знаю И к русским ходят и те же греки И те же румыны, и те же болгары, и те же сербы И те же, и те же, и те же, и те же Всех, кто хочешь Потому что мы не просто народ Потому что мы многонациональная империя Заквашенная на православии Для нас это привычно Так вот, я к чему это говорю все Что православный мир вообще болен национализмом Болгары говорят, мы болгары Греки говорят, мы греки Мы там тоже пытаемся обезьяничать А мы там русские А это вообще ерунда все Это все жуткая ерунда Это грех против кафоличности Против вселенскости Против всемирности церкви И вот антиохийцы Вот эти вот благословенные сирийцы Они арабоязычные Они молятся и по-арабски, и по-гречески Как хочешь они молятся Они по-всякому Они такие полиглоты Но они вообще такие арабоязычные христиане Они умеют миссионерствовать всюду И там, где они оказываются Вот где-то их церковь Они начинают там учить, собирать там молодежь Там что-то печатать Какие-то книжки, там какие-то листовки Какие-то крестные ходы Какие-то беседы Что-то такое Они делают такое Все остальные замыкаются в своих Таких, знаете, такие вот Замкнулись, сидят себе как бы Тихонечко как бы И им хорошо А это не хорошо Вот так вот спрашиваешь Бывает, например Ну представьте себе Какой-нибудь большой город Например Условно говоря, Чикаго Или Нью-Йорк, например Там есть, например Пять греческих церквей Две русских церкви Три румынских церкви Четыре болгарских церкви Семь антиохийских церквей Еще там каких-то Шесть таких-то церквей Там это все есть Спрашиваешь людей А вы между собой Постоянно общаетесь Так, чтобы мы пошли вот к вам А потом вы пришли к нам Потом мы все вместе пошли вот к ним Ну чтобы православные Как бы почувствовали свое единство И чтобы нас все было больше Больше Чтобы на разных языках Литургию служили Там мы у вас А вы у нас И так далее Ну иногда говорят Ну бывает такое Но чаще всего говорят Нет Все сидят Как бы вот Сели себе На свою лавку Как бы Нагрели ее Как бы И боятся с нее встать Это я удалился Я к тому, что антиохийцы Вот те, откуда златоуст Сирийцы Они больше всех Миссионерствовали В истории Вселенской церкви В истории вот этого Распространения Евангелия по миру В антиохии возникли Столпники Там был Симеон Столпник Там был Симеон Младший Там и все остальные Там было Там возникло Юродство Именно антиохийцы Там тоже Значит Симеон Юродивый Там первый Это один из первых Юродивых Там были Значит И блаженные Такие Эти чудаки Которые вели Какой-то странный Образ жизни Потом оно уже пошло И в Палестину И в Константинополь И так далее Там очень было Много монахов Там Павел Проповедовал Там Павла крестили В антиохии Впервые имя Христиане Прилепилось К людям Которые веровали В Христа Спасителя То есть Нас стали Назвать христианами Впервые В Антиохии В Сирии Вот там Где сегодня Идет война И там Где русские войска Совершают Там свою Какую-то Особую миссию Вот именно В этой вот Стране В этой Сирии Откуда Вышло Повторяю Очень много Исторически И для Например Грузинское Монашество Вышло Из Сирии Когда Нина крестила Грузин Там Как могла И проповедовала Потом пришли 12 отцов Из Сирии Туда Оно им надо было Они взяли И покинули Свою Антиохию Пошли на Кавказ Пришли туда И начали Там монастырь И основывать И до сегодняшнего дня Вот это Грузинское Монашество Народом Из Сирии И так Если так Покопаться В истории церковной Такого очень много Вот такой же Был и Златоуст То есть Его характер Вполне соответствовал Как бы Вот этому Такому Миссионерскому Вселенскому Такому Широкому Раскрытому Такому Подходу К жизни И он Конечно Многим не понравился Что тут говорить Древние Мортироты Древние синодики Называют его Мучеником То есть И он не был Замучен язычниками Но был замучен В общем-то Потому что Ссылка Вообще Для греков Для греческой культуры Ссылка равна убийству Греки Еще с тех времен Когда жили В полисах В отдельных городах То для человека Было самым большим Наказанием Это изгнание Из города Когда его просто Выгоняли Это было хуже Чем его казнили бы Даже Потому что для грека Мир заключался Стенами города А за стенами города Начинался неизвестный Страшный Дикий Непонятный Чужой мир Там где люди На чужом языке говорят Они тебя не знают Ты их не знаешь У них другие понятия В голове И этот мир Был для них Как какой-то ад Адский ад Терра инкогнито Поэтому у греков Было такое наказание Выгонять И оно было Поверьте Страшнее Чем все остальное Потому что нам сегодня Изгнание не кажется Таким страшным Ну выгнали Отсюда Будешь жить Там Там выгонят Там поживешь Сейчас мир Как большая деревня Там всякие диссиденты Всякие Философские пароходы Ну погнали человека Ну и что Он уехал В другом месте Там выгнали Бердяева Из Москвы Он поехал в Париж И там книжки пишет Там выгнали Там условно говоря Солженицына Он поехал В Вермонт И там книжки пишет Мы сейчас Конечно это всегда неприятно Но это терпимо Для греков нет Для них Это было смерти подобно Так же потом Для итальянцев Когда Данте Выгнали из Флоренции Для него это было Равнозначно смерти Он любил свой город И не хотел жить больше нигде Только там А его выгнали И нельзя было вернуться Все это как смерть Златоуста выгнали Это повторяю Это было равносильно Убийство Кроме того Что ему было Сколько ему было лет Ему было 60 лет От роду 60 Он подорвал свое здоровье Впервые Еще когда Пытался быть аскетом Поскольку сирийцы Как мы уже сказали Это аскетичные люди И они У них был аскетичный идеал Такой Там монахи Всякие там Эти разные Вот там На одной ноге Там полночи стоять В течение недели Обходиться Там одной Жменей Сушеных маслин Например Каких-нибудь Вот Не спать ночами Там Класть по тысяче поклонов Там за одно богослужение Это все они Это у них так Они так любили И он был такой Он в юности Ушел в пустыню Златоуст Он хотел быть монахом И там прожил Там не помню Сколько Могу ошибиться Но по-моему Около 8 лет Причем он молчал Он несколько лет Он вообще молчал Ни с кем Ни одного слова не сказал То есть Когда у нас возникнет Вопрос А откуда у него Там вот этот Фонтан полился Там этот поток От молчания Потому что Кто не молчал Тот не будет говорить Кто все время говорит И никогда не молчит Тот не будет говорить То, что нужно И он там Он читал писание И молчал И был аскетом Но сильно подорвал Себе здоровье Подорвал себе желудок Там все-все-все Он потом не мог есть Нормальную пищу Все, что он мог есть Это какие-то перетертые супчики Как для маленьких детей И все Он поэтому на пиры не ходил В Константинополе Епископ Константинополя Должен был ходить К императору К вельможам Туда-сюда Принимать у себя Других епископов Накрывать им столы Поднимать с ними чарку Он не мог ни пить, ни есть Поэтому он никого к себе не звал И сам никому не ходил Когда к нему приходили Он угощал людей тем же Что ел сам Однажды какой-то епископ К нему пришел Он угостил его гороховым супом Тот есть не стал Уже к этому времени Они уже охамели Они уже подумали Что они боги Они уже забыли Что еще недавно их убивали Еще в 3-4 веке Епископов там Поднимали под ребро на дыбу Как бы И сжигали И резали И глаза им выкалывали И руки, пальцы Руки, ноги обрубали А прошло сто лет Они уже забыли про это Ну как на готове Все плохое забывается Недавно вот нас еще Расстреливали большевики А мы уже все забыли Вообще все забыли Как будто этого не было И это вот епископы Они уже как бы думали Что они уже Ого-го-го Что они уже самые главные Как бы значит Ну как хотите Так и называйте Даже далеко ходить не будем Недавно мы празднули память Ну относительно недавно Нектария Эгинского И Пентопольского И был фильм Вышел на широкие экраны Человек Божий Про епископа Нектария Который, как вы знаете Это очень широко известная история Который жил в начале 20 века Жил он в Александрии Как раз Вот в той самой Александрии Египетской И поскольку он был Чрезвычайно образован И сверх Сверх ожиданий благочестив Это был аскет И богослов То в нем увидели Законного, возможного Будущего преемника Патриарха Александрийского И испугались этого Как раз потому Что он любил всех Александрия полна И неграми И арабами И греками И кем хочешь А для него было Что негр, что грек И греки возбудились Страшным образом Говорит, да Он сейчас Всю кассу церковную Неграм пораздает Грекам ничего не останется Ну такая была логика Ну логика Свой, чужой Сейчас он Бедным неграм Все деньги пораздает Говорит, а что грекам останется Ну такая вот Такой грех человеческий Такой, который вот так Залез туда вот В глубину И там сидит В печенях Вот этих В почках В сердце Залез корни Пустил вот это дерево греховное И торчит там И все, никуда не ходит И там снаружи Там ля-ля-ля Там снаружи все улыбаются А там корни греха Пошли уже метастазами Во все Всюду И человек Не важно, что он там носит Там крест с украшениями Там митру по ноге Это вообще все не важно Важно у него Там это дерево греховное Там далеко пошло корнями Или далеко Этого Этого бедного нектария Как вы сами знаете Как вся церковь знает Его гноили и гнали Как последнего Шелудевого пса Всю жизнь И вот сумели так оклеветать Что уже прошло лет 50 А клевета за ним ходила Как неотступный пес Как тень И куда бы он ни пришел Все на него тыкали пальцы А это ты пришел Там развратник Вор, сребролюбец Негодяй Да мы слышали про тебя Такой-сякой Это его епископы Так оболгали Что он всю жизнь Отмыться не мог Конечно, когда он в рай вошел Как бы он уже забыл все И он при жизни Никому не мстил И в общем-то При помощи этой Жуткой подлости Собратьев Как бы его сделали святым Потому что его Эта боль сердечная Заставляла бить поклоны Плакать ночами Там трудиться Молиться И убегать от славы человеческой Сделали святым человека Но это нехорошо Святыми нужно становиться Без клеветы Без сплетен Без злословия Без шепота За спиной братьев Что это такое Когда брат на брата Как бы за спиной шепт Это Каин и Авель Это не церковь тогда Это Каин и Авель Или может быть это церковь Как бы значит Но тогда я Тогда у меня нет слов И вот так было со Златоустом Потому что мы удивляемся Там был V век Здесь у нас там XX век Там Нектарий Как бы законы действуют Одни и те же Почему-то возникло Такое зло Потом, кстати К Нектарию возвращаясь Поскольку он очень похож На Златоуста Его книжки на русский Не переведены Общее собрание Сочинение Нектария Занимает много Таумники большие Он богослов Экклезиолог Аскет Пока у нас Нет возможности Почитать все Что он писал Так вот Александрийская церковь В лице потом Уже предстоятеля Епископата Синода Они потом писали Покаянное письмо Нектарию Писали, что Мы признаемся в том Что дьявол помрачил нас И что мы воздвигли Гонения на праведного человека Как дьявол помрачил И патриарха И митрополитова Архиепископа И епископа Весь синод И всех клириков И всех помрачил Как вы А кто вы такие тогда Если вас так Дьявол помрачил Что это такое вообще Ну помрачил Покаялись Да, все покаялись Вернули Канонизировали Все, слава Богу Все хорошо Вот так же было Со Златоустом Они же говорили как Самые большие люди Говорили Если Златоуст Епископ То Иуда Тоже апостол То есть Такая была степень Как бы вот Ненависти к нему И у царя У царицы больше И вокруг него там В общем он Натворил делов Иоанн Он родил Такую волну Благовое изменение В людях Что конечно же Сильно уязвил Сатану А Сатана Нашел себе Много Удобных Инструментов К сожалению И среди Православного Епископата Это Одна из страшнейших Трагедий В истории церкви На самом деле Это Лакмусовая бумажка Которая показывает Вообще Кто мы такие есть Мы тоже Кто мы Как только его Значит там Сослали Там было Несколько соборов Против него Потом его посадили На ослика Поставили стражу Справа слева И погнали Старика В далеко-далеко Аж на Кавказ Он же умер в Абхазии В Питсиунте В Питсиунт Послали его В Питсунду А умер он в Каманах В общем Римский архиерей Услышав об этом Отлучил От общения Всех восточных патриархов Потому что в Риме Златоуста Очень почитали Его один из немногих друзей Среди епископатов У него был Епископ Гауденций Из города Брешия Брешия Это город Центральной Италии Недалеко от Милана На юг Такой известный Старый Итальянский город Брешия И там в этой Брешии Был некий Гауденций О котором мало Кто знает Но этот Гауденций Был один из немногих Епископов Которые любили Златоуста Которые с ним общались И они защищали В Риме его знали И защищали его А на Востоке Его терпеть не могли Примерно Лет через 12 14-15 Примерно Златоуста Внесли обратно В диптихи Раньше не было Как таковой канонизации Раньше не было Процесса канонизации Канонизация Похожа на некий Юридический процесс Где рассматривается Человек И выносится Некий вердикт О его святости А раньше просто Вносили человека В списки епископов Это в диптихе Это означало Автоматическую канонизацию Потому что Предполагалось Что епископ Который правильно Правит слово Христовой истины Умирает на кафедре За свидетельствованной Делами и словами От паства Он святой Что еще хочешь Человек всю жизнь Христа проповедовал Служил ему И разносил Евангелие по миру Это и была канонизация То есть Где-то лет через 12-15 Златоуста Внесли в диптихи И вернули ему Достоинство Православного архиерея Что было равносильно Повторяю Канонизации А 30 лет спустя Если быть точнее 31 год спустя Его перенесли Обратно в Константинополь Перед ним извинились Как это было В недавние дни С Нектарием С тем же Как это было С митрополитом Филиппом В нашей церковной истории Когда Филипп Восстал против Грозного И обличил его За опричнину То с Филиппом Тоже не церемонились Зашли в церковь Посреди литургии Стащили с него И Митру И Сакас И Амафор И надавали ему Тумаков И выволокли его За руки За ноги Из церкви И это была Последняя его служба И убили человека В конце концов Задушили человека А потом Перед его гробом Потом просили прощения Уже потом Ах, прости нас Божий человек Ах, извини нас Божий человек Ах, дьявол нас помрачил Да что же вас так Дьявол помрачает А что, с ума что ли Все посходили Что это у вас На каждом шагу Дьявол помрачает То тех, то этих То там, то сям Там дьявол помрачил Что это такое Вы что, отче наш забыли Что ли Там же написано Не введи на свои искушения Но избави нас от лукавого Что, перестал Бог хранить Что ли людей Или что Или вы просто Позабывали, может, Бога Дали место сатане В гордом сердце Как бы и восстали на святого 33-й псалом В конце литургии Поется Там же написано Ненавидящие праведного Пригрешат То есть Очень страшное дело Как бы, значит Восстать на праведника Поэтому Ну, допустим Не нравится тебе Какой-нибудь там Условно говоря Архиерей Священнику Это проповеднику Это благовестник Учитель Не знаю Ну, не нравится он тебе Да не надо, чтобы он тебе нравился Он Это самое Не пятитысячная бумажка Он не должен всем нравиться Но вот Если Станет вопрос Как бы Ругать его Или хвалить его То не ругай его И не хвали его Не нужно Ни хвалить Ни ругать Просто никак Не относись к нему Бойся Бойтесь Бога Господа Бога Во святых его Потому что Похвала наша Она вообще Брехливая Суетная И тщеславная Если честно То есть половина наших похвал Если не больше Это все тщеславие Болтовня Похоть Сердечная Прелюбодейная любовь Желание ответной похвалы Грязные похвалы Наши Когда людей хвалят Это гадость А ругать нельзя Ненавидящие Праведного Пригрешат Вдруг Он Богу мил А ты на него Рот свой дурной раскрыл Это же Катастрофа Поэтому Не надо ни хвалить Не ругать Бог разберется Со всеми людьми И его вернули Через 30 лет Император Просил прощения У него Аркадий Кажется Писали Гроб его был тяжел Не могли никак Его на корабль дотащить До тех пор Пока не прочитали Покаянную молитву Прости нас Святой Отец Мы Отцы наши И т.д. Мы Значит Вот Ну короче Помрачил нас враг И мы дали ему место В своем сердце В общем Вернись к себе в город Возвращайся к нам Не оставайся здесь Короче И потом После этой молитвы Гроб поддался Рукам насильщиков Они унесли его И привезли И положили его В храме святых апостолов Которые Константин Великий Специально построил В Константинополе Константин Великий Построил Специально Храм 12 апостолов Имел задачу Собрать все мощи 12 апостолов Со всей вселенной Снести их В этот храм 12 апостолов И там Приготовил место Себе Чтобы там быть Похороненным Между этих апостолов Он такого был Мнения о себе Еще при жизни Он чувствовал Что ему Бог дал Бразды правления Историей И в этом храме 12 апостолов Лежали очень многие Патриархи И цари И там лег Златоуст Рядышком с теми Кто его сгноил С царицей Феодора И ее мужем Такая Ну по смерти Уже там все по-другому Конечно Златоуст Он в царстве В славе Он велик Он свят И тут вообще Конечно Он знаете Как говорит Лицом к лицу Не разглядеть лица Он когда был Вблизи у носа То думали Какой-то златоуст Знаете Как про Павла говорили Он же на Павла Очень похож Павел был лысый Златоуст был лысый Павел был невысокий Златоуст был невысокий Павел был такой С наружности Такой какой-то Такой Ну невзрачный Невзрачный И златоуст был Такой Худенький Невзрачный Такой Человечек Такой Бородка Жиденькая Три волосины Как у Хашимина Такие росли У него Такие чуть-чуть И он такой Какой-то такой был Не такой здоровый Красивый Такой Знаете Как это самое Как мы себе привыкли Такой Как у нас Кто-то там нарисовал Икону Василия Великого Какой-то Великий художник В кавычках Значит Такой Там Василий Великий Такой С кудрями Такой Как будто он Рязанскую кафедру Занимает Или Нижегородскую Какой-то Митре Слушайте Митра этих Не было никогда Василий Великий Не мог быть в Митре Какая Митра Еще Кудрявый Такой Прям такие Кудри сыплется По плечам У него Такой Молодой Такой Усатый Такой Веселый Думаю Деск Вон его Срисовали Такого Василия Великого И в таком Нашем Таком Облачении Таком С цветочками Какими-то розочками Ну чудаки Короче Вот они Людям так нравится Представлять себе Святых Такими Как им кажется Златоуз Вообще Он выпадал Как бы из этого Он повторяет Маленький Такой Худенький Лысенький Какой-то Безбороденький Такой А уже Когда он Там Людей учил Там Наставлял То он Превращался В Ангела Божьего Серафима Вот И так же Про Павла Говорили Что он Невзрачный Какой-то Странный Такой Он же Пишет об этом Там Коринфянам Что те Кто видят его Они думают О нем Что он вообще Никто Но потом Уже Конечно Узнают Что он Что в нем Бог живет Так что Вот мы Сегодня Такую Трагедийную Такую Историю Церковную Берем Себе На заметку А кстати Будет Скоро Опять Память Златоуста Будет Память Трех Святых В субботу Ближайшую Василия Григория И Иоанна А недавно Было в понедельник Григория Богослова А чуть-чуть Раньше Мы отпразднули Оль Василия А сегодня Перенесение Мощей Святого Яна Златоустого Так что Мы Видите Должны иметь Как бы Конечно Боль В сердце О том Что Что все Происходит Так странно И непонятно И конечно Мы хвалимся Православием Православие Это Это солнце Это небесная Истина Это Это все Это альфа И омега Красоты И правды И истины Но мы не можем Сказать Что мы Воплощаем В себе В полной мере Всю эту красоту Правду И истину И церковь Христова Страдает от людей Она для людей Но она и Страдает от людей Это единственная Проблема церкви Что через нас Христа Не видно Люди говорят Ну где там Ваш Христос По идее Они должны были бы Видеть Христа Через нас В нас И с нами Ну Не всем сразу Дается Во-первых Во-вторых Не через всех Видно И Как-то Вот это и есть Проблема церкви Это как бы Вот я Там ты Мы Что мы Настолько Какие-то такие Тяжелые И плотные И грязноватые Как бы Что через нас Господа не видно Люди не видят Христа через нас Это такая Это печаль И мы Заносим в церковь Свои страсти Свои ошибки Свои Какие-то предпочтения Такие Человеческие Такие Небожие И мы Мутим Эту чистую воду Своими Человеческими вещами Это на На Златоусте Это очень сильно видно Но еще Конечно Хорошо Что рано или поздно Все становится На свои места И Бог Расставляет точки И все это Так сказать Разводит по углам Все-таки Господь Это Бог истории Он все Приводит в порядок И дает нам Уроки Из самых тяжелых Страниц Нашего церковного Бытия Надеюсь Что Великий Иоанн Будет Имеет Во всю историю Нашу Попечение О церкви И о том Чем он сам занимался Что его интересовало Больше всего Чтобы люди В миру Жили так свято Чтобы не нужны Были монастыри Он сам прожил В монастыре В отшельничестве Повторяю Довольно долгий Период юной жизни Но он говорил Хотел бы я Мечтал бы я Чтобы не было монастыря Чтобы в них не было нужды Чтобы мы жили в миру С такой любовью Взаимным уважением С таким смирением Друг перед другом И с такой молитвой Чтобы не нужно было Убегать из мира В монастырь Люди убегают из мира В монастырь Чтобы жить свято Потому что в миру Свято жить не получается А я бы хотел Говорил он Чтобы мы в миру Жили так Чтобы не нужно было Никаких монастырей Чтобы воздержание Целомудрие Милосердие Молитва Чтобы они у нас Здесь были Вот здесь Не там в лесу Не там в горах А здесь Вот здесь Это была его мига И он ради этого трудился Он наставлял людей Молиться ночью Вставайте ночью Молитесь Он говорил Не только монахи Но и ты там мать многодетная И ты рыбак И ты продавец И ты охотник И ты вставай ночью На колени И пой псалмы Он наставлял всех Делить деньги на то Что себе оставить А что другим отдать Чтобы все деньги Которые есть у нас Чтобы они делились Не все мне А еще кому-то что-то Наставлял людей Хранить святыню брака Наставлял людей Читать писание А если не умеешь читать Потому что многие не умели В храм в Божий И ходить чтобы слушать писание Запоминать и носить с собой Короче он Все что он делал раньше Я думаю Что он переживает Об этом и сегодня Поэтому мы сегодня Можем попросить Святого Иоанна Чтобы он Оттуда Из горы Сион С небесной Из этого Небесного Иерусалима Посмотрел на землю Внимательно В день памяти Своего перемесения овощей И благословил всех Людей Носящих апостольскую благодать Всех архиереев Чтобы они право правили Слово Христовой истины И не совершали тяжких ошибок Таких какая была Совершена над ним Над Иоанном Да помолится Иоанн За все архиерейство православное Аминь А еще да помолится Иоанн За все священство православное Чтобы мы Делали Хоть немножко Из того что сделал он Аминь А еще да помолится Иоанн За всех Семинаристов и академистов православных Со всех тех кто учится И является соискателем Будущего священного сана Чтобы они еще На скамье учеников Полюбили литургию И Библию И потом Учили людей Из этих двух источников Из литургических молитвословий И из библейских откровений Аминь А еще да помолится Иоанн За всех благочестивых И боголюбивых людей Которые стараются Не забыть Самые главные вещи Пост, милостыню и молитву Вера рождает из себя Молитву, пост и милостыню Если вера есть Она рождает из себя Это Вот все благочестивые До сегодня Имеют в лице Иоанна Вождя молитвы Учителя милосердия Наставника терпения И как мы читали в молитве Всем всяк помощник Изрядный показал Сейси Молитву великого Иоанна Златоуста Церковь Божия Да продолжит свой исторический путь К концу истории Преодолевая все штормы и волны И совершая все то Что Господь повелел нам совершать Христу слава С Отцем и Духом Во веки веков Аминь Сотцем и Духом Сотцем и Духом